Девочка Завтра заберут, сказали Все? Кого-то нету? Боже, милость и будь негрешен Созданами Господи, помилуй меня Вячеславец и грешим Господи Прости меня негрешен Помилуй и благослови Сегодня мы только сейчас Вернулись из храма и во время, когда Виктор Николаевич считал проповедь Иоанна Златоустая, буря началась Хлопнула дверью Погасли здесь свет И вот сейчас ничего нет, видите, какая уязвимость А раньше керосиновая, она сейчас зажег Или лучина была Да смешно Но смешно, она бы была А у нас еще нету Нам приходится только сейчас поесть и поскорее Ноги вымыть, а в постель В 9 часов вечером Вы уже должны быть в постели Не в 9 начинать, а в 9 помылись Помолились Простились, легли, все Ровно в 5 подъем В 8 часов вам за глаза хватит А кто-то не хочет рано ложиться Можете ложиться заниматься Но вставать-то рано И днем никогда не ложиться, кроме субботы В субботу после еды и час пройдет Хотя надо 2 часа, некогда нам Помолитесь, помойте ноги Разденьте все как положено И встанете А если не раздеваться То просто сверху одеяло ляжь Эти правила Они как-то регламентируют Наши отношения друг к другу Вас никто не будет трогать Вот вы бежали, а у меня забота была Что деревья клонят, ломают ветки А тут ветка падает иногда В ней килограмм 200 Ясно дело, она тебе в лепешку разобьет В городе вот такое Стояли люди, прятались Киоск подняла, ударила и сразу убила человека Киоском А в Америке там эти смерчи идут Циклон такой-то, Катрина Разлив начинается У нас времени нет Мы сейчас садимся Я не понял, вы что завтра уезжаете? Да, да, совсем Мы как бы завтра выходим из лагеря А в понедельник уже выезжаем В понедельник, да? А почему так? Ну, папа с мамой так решили Ну, а с чем они надо объяснить? Почему? Лето самое Ну, что, наработаем мы что-ли? Нет, просто папа Ну, у нас еще по гостям мы поедем по России Папа говорит, путешествия Да куда какое путешествие? Столько опасностей Вы попросите, чтобы они не ездили никуда Родные Своя постель А тут где? Мы проехали по России всю От Порта на Котке до Лиссабона Всю Европу прошли Нигде лучше нет, как дома Везде опасность, чужое, тебя опасаются Так мы-то ехали У нас такой опыт Такая машина С собой собака охраняет Вот она Пошел Все Поговорить надо будет с вашим Ну все, садитесь давайте Я хотел показать вам, смотрите Вот это тут не видно сейчас Вот есть такая трава Вот она какая, посмотрите Видно? Нет вам? Она называется идея Это идейное воспитание Идейное воспитание Вот идейное воспитание Кто хочет попробовать его? Я! Ну ладно, давай Поворачивайте Попуталась Вы раздевали на себя Она у меня засохла Засохла, дед Ягоды Подождите, дайте Петю Марину Вот так, вот так Спаси Христос вас Можно меня? Нет, когда она слушается Его Марина не вернешь Вот у тебя трое штанов Ты иди отсюда Она засохла за два дня Ну, когда в поле берем ягоды А дети бывает не слушаются Вот взял мое Идея Так называется Засохла Слава 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 Он будет или не будет говорить, а он обязательно будет. А вы знаете, что-то напоминает? Был такой умный человек Сократ. Горький когда писал про Ленина, говорит, высокий сократовский лоб. А у него жена была Ксантипа, такая, говорит, вредная и злая жена. А он с учениками преподавал учения. Измененная память. Смеяться нельзя. Однажды она сильно ругала его за то, что надо в огороде полоть там делать. А он ученикам рассказывает, как правильно жить. А вот на втором этаже, а тут ученики. Она берет помои, сверху на него помои был. Он лысый был, вытякнул, доязнал. После дождя, после грома всегда дождь. Сначала жена ругает, а потом поливает. Так что, по славу Божию. Давайте. Нету, нету. Благословите, Игнатий. Бог благословит. Господь наш, какой сильный. Все побольше. Тихо, девочки. Все. Попробуйтесь. Газетка, опять не помню. Газетка, где? Памы, браковые. Газетка, Геннадия. Или разносили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова